Общественники городского округа Люберцы вышли с новой инициативой для поддержки участников СВО. Представители местного отделения Союза женщин России изготавливают окопные свечи. Изделия, необходимые при выполнении боевых задач, умелые мастерицы создают из подручных средств. Наш корреспондент увидел весь процесс. Вначале мы вырядаем такой вот фитилек. Немножечко я его складываю, чтобы удобнее было. Берем готовые полосочки картона, вот такие, и начинаем очень-очень плотно, очень аккуратно закручивать. Закручивать картон надо до тех пор, пока не заполнится вся консервная банка. Затем содержимое железной емкости тщательно заливают парафином. Получается незаменимая вещь в условиях военных действий. Можно согреть не только руки, но и чай, и что-то из еды. Инициатор создания таких окопных свечей – жительница Томилина Марина Исаева. Идею подсмотрела в интернете. Подобную практику применяют в нескольких российских регионах. Теперь и здесь, в Люберцах, дан старт новому движению. Его назвали «Домашний очаг». Чужих детей не бывает. И те ребята, которые сейчас у нас на спецоперации, это тоже наши дети. И на сегодня не только они нам нужны, мы им тоже нужны. Поэтому мы должны друг другу помогать. И если мы это будем делать все вместе, это будет очень как-то на душе даже приятно. И победим. Обязательно тогда мы победим. Такая свеча может гореть от двух до восьми часов в зависимости от размера банки. В работу по созданию таких изделий и сбору необходимых материалов активно подключились волонтеры и активисты. Акцию поддержали депутаты городского округа Люберцы. Мы сейчас этот импульс дадим по всей территории городского округа. Это увлекает. Это так или иначе ты соприкасаешься с этими событиями, которые от нас проходят по сути в пределах тысячи километров. От нас как бы далеко. А в то же время происходит это у каждого в душе, в мыслях. Поэтому я думаю, что в этом плане мы каким-то образом как-то поможем нашим ребятам. В ближайшее время в зону СВО отправят большую партию таких самодельных свечей. Вместе с ними в коробки планируют положить сладости и письма, чтобы согреть не только руки, но и сердца защитников Отечества. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.